Друзья, всем привет! Меня зовут Ирия Андреев, а перед вами город Актау, где в весьма неподальной обстановке прошел совместный турнир Eagle FC и Niza FC при очень большом скоплении людей на открытом воздухе на берегу Каспийского моря. Посмотрите, какая красота! Турнир получился жарким в прямом смысле слова. 16 июля днем были страшные 42 градуса. Первый же бой начался в 7 вечера, когда градусник показывал то ли 32, то ли 34 градуса. Тут данные разнятся. Сейчас вы видите победу американского ветерана ММА Джозефа Хенли над Романом Жамартом. Мужчины бились в высоком темпе под палящим солнцем. А вот досрочка в исполнении Дугласа Рибеера, бразильца, который живет в Казахстане и работает тренером под Бажажа. А вот бой между Магомедом Гаджи Ясуловым и Нариком Татиласяном, таксистом из Новосибирска, который вышел на коротком уведомлении и порадовал публику появлением вне очереди на церемонии взвешивания. Гаджи Ясулов, несмотря на жару, не скупился на энергозатратные удары, такие как Шоу Тайм Кик. И в конце концов победил техническим нокаутом, правда без помощи Шоу Тайм Кика. Организаторы говорили, что турнир соберет больше 30 тысяч зрителей. На мой взгляд, 30 тысяч там, конечно, не было, но толпа за ограждениями собралась приличная, уж точно не меньше 7 тысяч человек, а то и не меньше 10 тысяч. Стоять за ограждениями, само собой, можно было бесплатно. Во избежание прорыва местной власти отрядили несколько сотен полицейских. Сложно сказать, насколько хорошо они справились с работой, но в пресс-центр, расположенный в шатре в виде юрки, то и дело прорезали болельщики. И пригонять их приходилось не полицейским, а сотрудникам пресс-бурга. Продолжение следует... Продолжение следует... Появление на площадке Хабиба Нурмагомедова вызвало особый всплеск эмоций. Один паренек даже умудрился пробраться на сцену, приблизиться к нему и сделать селфи. Но когда Хабиб сел на первый ряд, неподалеку от него образовалась толпа. Парни снимали на видео, как Нурмагомедов смотрят бои, фотографировали его, что-то кричали, иногда ругались с охраной, но совсем чуть-чуть. Парни снимали на сцену, как Нурмагомедович. Парни снимали на сцену, как Нурмагомедович. Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то не силует... Пробождение следует... Ты сразу после боя, я так понимаю, что побежал к Хабибу, что сказал он? Поезд, я поезд сказал. Что он ответил? Он головой махнул, да, типа, красавище говорил, но ничего не сказал он. Сам веришь, что следующий бой может быть за поезд или все это? Нет, 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 просто кому-то я слышал, время поезда уже на подходе, Мансур, он, наверное, слышал уже, на другой организации может уйти. Такое, такое есть, но не знаю, я сам хочу, но сейчас, если будет в августе турнир, там будет разграться мой 57 килограмм, думаю, примерно декабрь, может, в начале года, думаю, я вступать буду. Сейчас недавно стали Eagle FC платить тоже бонусы за выступление вечера, как думаешь, твой нокаут тут достоин? NFC и Eagle FC. Бонус, знаете мне, два бонуса сразу. Тебе сейчас целая толпа, наверное, ждет, как мне кажется, или какой сегодня вообще будет до дома доехать? Не знаю, думаю, доедем смело. Вообще, каково это биться, когда вокруг реально, там, не знаю, ну, тысяч 10, наверное, здесь есть наверное? Очень сложно, очень сложно, я себя полно ответственность взял, я оркестр, а, этот, у нас есть, как это, рэпер, Амангель Дракова с ним вышел, это огромная, как это сказать, нет, огромная ответственность, да, поэтому, мне, я, я такой, я хочу, этот, ответственность взять на себе и выиграть, да, выиграть, выходить и выиграть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Но и у Маханов заслуживает похвалы Он дрался с переломом Сразу после боя его увезли на скорой С ночи он уже сидел в днипсе в лобби отеля и улыбался Про атмосферу во время главного боя вечера Между Доуреном Ермековым и Камзатом Хиромагомедовым Мы уже выпустили отдельное видео Ссылка в описании Так что этот репортаж я закончу поединком За титул Eagle FC в легчайшем весе Ренат Хавалов, представляющий школу Абдулманапа Нурмагомедова Победил другого талантливого парня Рамазана Амаева Далее финал боя Реакция Хабиба И интервью с Хаваловым Который жаждет ворваться в UFC Если этот материал понравился Пожалуйста, поставьте лайк И подписывайтесь на вашу тайку Если еще не подписаны До скорых встреч Осторожно, высоко не выходи Давление на ноге, аккуратно Давление, да Эй, не давай, спину выпрями Давай, спину выпрями Давай, спину ровнее Спину ровнее Все, Рина, забьется Все, четко Пусть висит Пусть висит Пусть висит Рина Четко Рина Вот так же Расслабься и виси Отдавливай его Пространство, создай и все Не, не Пусть висит Рина Если не идет Пусть висит Не, не, не Ничего не делай Вытромись 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 Вот так что Отдавливай Если что Встань и сетку Идай Рина 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 Встань и сетку Засади его Минута Минута 50 Рина Пусть висит Отжимай От себя Молодец Молодец Что то Что старина Не идет Делай Локтем побил Локтем Не, не надо бить Висит Спину ровно держи Не надо бить Не надо его Петрина Да, да, да Встань 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 Колено контролируй. Не давай эту руку. Вытащи сюда его. Ко мне пространство создай. Вот, все. Работай. На коротке. Вставляй. Урон нужен. Больше урона на выдохе. Нет этого локоть. Вот сейчас сунь эту локоть. И вставляй. Четче. Вставляй. Просто расслабляй. Вей, вей, вей. Вей, 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 на диописи. Вей. Вей. Обтовки, обходу. Вей, обратно положи его. Ш Harm s пель. У расслабляйся. Вей, говорю. Давай, давай, давай. Вей, не остановись, остановись. Свят, вдоль, вей, вей. Вей, на сильнейiel задумяйся. Вей, и остансь. Ты сказал, чтобы Дэна Уэйт готовил своих пацанов к тебе, это этот год уже, в этом году он должен быть готов. Знаете, мне разницы нету, какой это год, но я вам говорю, иншаллах, в скором времени я попаду в UFC, я найду там шорох. Просто, знаешь, складывается такое ощущение, что в основном в вашем весе это дерутся только молодые ребята. Кто-то, может быть, есть у тебя на примете опытный, 61 килограмм, какое-то имя? Ну, опытный, если честно, я хочу, если, иншаллах, все получится, если меня одобрят, сделать, конечно, визу и подраться уже там, в Америке. А там есть хорошие имена, тот же самый бойцы UFC, бывший бойцы UFC, Рейнборг есть, уже два боя он у нас провел. Ну, я не хочу вызывать его, как бы я чемпион, пускай он меня вызывает. Но есть хорошие имена, с которыми я бы хотел подраться, доказать, что я могу драться в UFC. В свое время Шамиль Завуров, ну, я недавно, кстати, тоже рассказывал в интервью, что когда Хабиба Нурмагомедова подписали в UFC, он очень сильно воловался, что Хабиб еще молодой. И он считал, что ему нужно пару лет, чтобы окрепнуть. С тобой такие вообще разговоры какие-то есть? То есть, например, Хабиб тебе говорит, Ренат, ты еще молод, тебе нужно там набрать, не знаю, мышечной массы, опыта там год-два, и тогда уже будет разговор про UFC. Ну, я думаю, что Шамиль Завуров, что Хабиб Нурмагомедов, они видят мои спарринги, видят, как я тренируюсь. Я тренируюсь с лучшими бойцами. Тот же Умар Магомедов, который сейчас в 15 UFC. Тагир Уланбеков, Касум Касумов есть, Вагавов, Рашид. Очень много Магомед, Тигр Магомедов сейчас в последнее время приходил. И Хасан Магомед Шарипов, он тоже мне помогал именно на этот бой. Вот такие ребята, с такими ребятами я боксирую на равных, набираюсь у них. И я думаю, они видят и думают, ну, как бы, понимают, что я готов. И, ну, знаете, и, наверное, тут тоже видите, у меня все соперники непобежденные, все хорошие. Они меня проверяют на лучших. Хочешь драться, быть лучшим, хочешь быть лучшим, дерусь с лучшими. Я дерусь с лучшими, я думаю, с этими боями я покажу, что я достоин драться там. В чем основная сложность спаррингов с Умаром Нурмагомедовым? Знаете, Умар Нурмагомедов, он очень сильный. Он очень сильный во всем. В партере, в вольной, в грэплинге, в стойке. Вот просто, маше Аллах, человек очень хороший, очень сильный. И у меня, ну, как бы, у нас очень такие рубки бывают. Я у него очень многое набираю, если честно, за что я им очень благодарен. И то же самое Тагир Уламбеков, тот же самый Магомед Игорь Магомедов. Они как старшие, они мне помогают, мотивируют, поддерживают словами, словами пишут, вчера даже писали все. За что я им очень благодарен. А вот, ну, очевидно, что там Хабиб для вас старший товарищ, он вас мотивирует как-то. А вот здесь какой-то бой, который ты, допустим, из его боев чаще других пересматривал и что-то для себя брал, вот прям просто для удовольствия. Ну, вот смотреть, мы как бы, да, на все его бои смотрим. И я тоже очень часто пересматриваю, я люблю пересматривать бои все, какие бы и бои не были. Но, например, на этот бой я знал, что я буду бороться с ним. И если честно, с этим боро, этот борьбоза, со всеми, со всеми, все бои, я Хабиба по два или по три раз именно в этой подготовке пересматривал, пересматривал, как он контролирует, как он... Потому что я знал, что этот пацан ударник, я с ним буду бороться. Я очень много посмотрел именно Хабиба бои и, ну, как бы, тоже делал акцент именно на борьбу. А вот чисто, ну, по ощущениям, ты больше какой-то техники напитываешься или скорее тебя не мотивирует, знаешь, как хорошее кино, например, посмотреть? То есть ты какие-то технические элементы берешь или просто смотришь, и у тебя внутреннее ощущение такое классное, когда ты смотришь там его бои? Нет, я смотрю, и я люблю часто пересматривать бои, именно смотреть, именно какие-то моменты изучать, и потом в спаррингах их отрабатывать. Ну, и, конечно, и получаю удовольствие, потому что это моя работа. И я смотрю на эти бои, и я, как бы, понимаю то, что мне нужно еще больше набирать, чтобы быть лучшим. А вот по технике у Хабиба все отмечали такой своеобразный маунт, когда он не высоко садился, а скорее ноги соперника заплетал. А есть ли еще какие-то фишки, которые, может быть, мы там сами не понимаем? А, например, ты видишь, он их делает чуть иначе, чем остальные. Ну, знаете, Хабиб, он очень сильно работает тазом, контролирует именно ногами, бедрами, он контролирует ногами. И тем самым, и пока люди пытаются вставать, он бьет руками. А им тяжело поднимать, как бы, свой корпус, его таз, он контролирует хорошо. А в этот момент он их избивает, и... Ну, Хабиб – это просто, я не знаю, легенда. И я очень много с него набираю тоже. А вот бывало такое, чтобы Хабиб с тобой подолгу возился, то есть показывая различные там техники и прочее? Ну, знаете, так прям не получалось еще, потому что он вот часто в Америке бывает. Там, я думаю, я когда сделаю визу пальчу в Америку, будем часто возиться. А пиши свою первую встречу с Аблуманапом. Многие парни рассказывают, что она такая своеобразная была и запоминающаяся. Помнишь, как ты в первый раз к нему на тренировку попал? Ну, мы когда тренировались у Азамата Гашима, он сам, как бы, приходил, следил. И он вот так часто приходил. А потом, когда я уже перешел в сборную группу, и как-то он пришел, смотрел нашу возню. Я боролся с хорошими, становился с ними, на равных боролся, фоксировал. И он меня позвал и говорит, тебя как зовут? Я говорю, вот так, Ренат. Какого года? Я говорю, 98. Вот, хорошо, молодец, иди, Борис. И все, и с тех времен я, как бы, заметил, что он часто смотрит. Но он никогда не показывал, что он сидит. Но я знал, что он за мной сидит. А какой это год примерно был, чтобы мы понимали, что он тогда мог... Ну, я тогда был год, я вам не скажу, но, наверное, у меня лет было 17. Где-то вот так.